Я опять-таки говорю, что Буданов, наверное, знает больше, чем я, раз он все же руководитель разведки, наконец-то. А я читаю только открытые источники. И интересно, он рассказывал, увидели там про эти самолеты в Пскове, которые нашими дронами, ну или чьими-то дронами уничтожались. Нет, 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 нет. Я настолько был занят президентским интервью, Леся, что я на Будановское меньше внимания обратил. Да, там, ну, скажите, вы же видели, ну, в принципе, вот каждую ночь в России, не только в Украине, а в России тоже сейчас что-то происходит. Там какие-то дроны летят, что-то там происходит. И часто уже очень даже успешно происходит. Вот сколько, 4 или 5 самолетов ИЛ военных были уничтожены под Псковом на военном аэродроме. Ну, приятно, ну, очень приятно. А до этого Украина уничтожила новую российскую установку по радио, там, локационным каким-то возможностям, которую русские презентовали только в июне этого года, как типа супер-супер-пупер, которая вообще стоит 200 миллионов долларов. Вот наши недавно ее уничтожили под Крымом. Ну, то есть как-то вот понемножку, по чуть-чуть, но хорошие новости накапливаются, правда? Ну, да, да, да. Даже то, что сказал президент, возвращаясь к его интервью, что, в принципе, military tech, как он это назвал, ВПК, он сказал это вообще-то название из прошлого, и тут он совершенно прав. Что, в принципе, Украина начинает, начинает, начинает производить. Да, и что охотно на контакты с украинскими производителями идут производители из других стран, инвесторы, и, в общем-то, люди понимают, что Украина с точки зрения вот military tech, то есть военных технологий, да, что Украина страна, с которой стоит сотрудничать. Да, вот это, конечно, это внушает, ну да, внушает надежду, несомненно, несомненно. Потому что, знаете, когда уже там ракета долетает 700 километров, там, ну, в общем, да, есть, 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 есть. Я надеюсь, конечно, что появится F-16 со всеми атрибутами F-16, да, чтобы мы не думали только, что самолет взлетел и выполнил задачу, да, такого не бывает, да, там должна быть и разведка на земле, и разведка в воздухе, и самолет должен, то есть этот самолет должен хорошо управляться и хорошо защищаться. То есть этого недостаточно только то, что придут F-16. Но, в принципе, ну, я думаю, что российская армия, я не знаю, что в голове у Путина, это никто, это представить очень сложно. Проводить сейчас еще одну мобилизацию, да, потому что они же перекидывают силы, да, там, где Украина, Украина там прорывает, скажем, там первую линию обороны, или там она уже близка там ко второй, или как она там выстроена, да, они берут из одного сектора, перебрасывают войска туда, то есть перебрасывают, то есть десантников, к примеру, хотя это как бы это не работа десантников, да, у десантников вообще другая функция, и их обучают другим делам. Значит, вот, и, значит, у них все равно вот какая-то недостаток, ну, есть какой-то недостаток людей, хотя я читал, был очень такой подробный отчет в «Медузе», вот кому интересно, может почитать, это было примерно неделю назад, до нашей прошлой программы. Там был очень подробный анализ, да, в котором они с разных источников брали, «Медуза» все же не про кремлевское совершенно издание, да, это все же «Медуза», она находится за рубежом, она иностранный агент объявленный, значит, и, ну, они сделали такое исследование, они говорят, что Украина бросила уже очень много своих резервов, а у России еще резервы остались. Я вот как-то этого не вижу, да, но с другой стороны я не генерал в генеральном штабе. Понимаете, для того, чтобы понимать ситуацию, надо одновременно находиться в двух генеральных штабах, да, украинской армии и российской армии. А так мы говорим только по симптомам, да, и слушаем людей, у которых есть какой-то опыт военных действий. Но война в Украине, она настолько отличается от всех войн, да, которые мы видели или о них читали, что общую картину нарисовать очень трудно. Но я вижу, что у украинцев, что у Путина, какой у Путина выход, да, значит, если ему надо насытить фронт людьми, вот именно мясом, да, потому что, ну, то он объявит мобилизацию, там реально может вспыхнуть всякое социальное недовольство. Потому что, насколько я понимаю, из тюрем они выгребли уже всех, то есть кого только могли. Из нищих регионов они уже выгребли почти всех, да, то есть сейчас уже пойдут, наступит черед более богатых регионов, да, уже не, как бы, да, это уже будут доноры федерального бюджета, да, это уже не будут, да, там, бедные республики, да, то есть республики, субъекты так называемой федерации, да, и еще докатятся до Ленина, до Петербурга, еще докатятся до Москвы, еще докатятся до, не знаю, других больших городов. Там, знаете, там тоже, да, люди есть, да, у них есть возможность реально усилить свою армию количеством, не качеством, количеством, но, в принципе, в краткой перспективе я это не вижу, понимаете, только единственный вопрос остается вот открытым для меня, и я пока еще ответов и не слышал, и сам не понимаю, скажем, если дожди начнутся, скажем, в октябре, и вся военная активность, она замедлится, то если в прошлую зиму российская армия строила, там копала, рвы, окопы, строила эту линию Суровикина, в общем, минные поля сплошные, абсолютно сплошные, там на один квадратный метр восемь мин, что-то сумасшествие, какое-то сумасшествие вообще, да, то, что они будут делать этой зимой, вот мне тоже интересно, да, вот что понять, что они будут делать, да, что они будут готовить войска у себя на территории для того, чтобы их вести в бой весной следующего года, как-то мне это вот все представляется, все представляется, слушайте, вот это хорошо для Украины, что в России все достаточно тускло, в экономике, в экономике, ну, как это там это слово, я уже не там, это птичка называется, Я только не птичку, я только зверька знаю, который пушистый, в экономике песец. А вот, правильно, песец, не птичка, почему я вдруг про птичку подумал? Значит, в экономике, значит, с демографией беда сумасшедшая, потому что Россию покинуло где-то, вот по последним подсчетам, я смотрел в экономности, да, там были, всегда шли споры, после объявления частичной, так называемой, мобилизации, Россию покинуло от 500 до миллиона человек, там где-то в районе 800, то есть 150 тысяч, но что интересно, что из этих 100 тысяч, это айтишники, то есть, иными словами, люди, которые покинули Российскую Федерацию из-за частичной мобилизации, это люди образованные, которые могут создавать добавленную стоимость, то есть, вот это, вот эти люди, этих людей нет. согласно там данным института Гайдара, такого недостатка рабочих рук в России не было с 96-го года, с 96-го года, подумайте, то есть, это вторые выборы, вторые выборы президента Ельцина, да, это Чеченская война первая, которая только что вот как бы закончилась, да, и там недостатка, а сейчас еще хуже ситуация, то есть, они реально, у них ситуация очень-очень плохая, что радует, да, радует, потому что это возможность для Украины дышать, да, и сопротивляться, но, с другой стороны, мы тоже понимаем, что это люди, руководство России, они очень жестокие, и они ничем вообще себя не ограничат, чтобы сделать Украине больно этой зимой. Я вот, 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 в их, в их, в их, в их варварстве я не сомневаюсь ни на секунду. Ну что, я думаю, для всех, кто хочет помочь украинской армии, и кто хочет поучаствовать в украинской победе, важно будет еще раз напомнить, что вот перед нами с АВИКом есть такой прямоугольник на экране, где написано «Донать на дроны для ВСУ». Друзья, наводите камеру вашего мобильного телефона, и вы сможете задонатить на лучшие разведывательные дроны, МАВИКи, которые мы собираем, покупаем для украинской армии. Мы это делаем под руководством Генштаба, и непосредственно Генштаб говорит о том, куда сейчас эти дроны должны поехать, и где они нужнее всего. А нужны они, поверьте, везде, потому что дронов постоянно не хватает. Вот сколько бы ты ни покупал, пока идет война, вот пока мы не победили, украинской армии нужны дроны, это запрос наших военных. Пожалуйста, донатьте, пожалуйста, под нашим видео, смотрите по ссылке, вы можете задонатить, перейдя по ссылке в Монобанку, там все прозрачно, все открыто, либо же, если вы хотите задонатить в евро, на Монобанку можно в любой абсолютно валюте, кроме евро, если в евро, то можно сделать это с вифт-переводом, тоже под видео есть реквизиты. Итак, Савик, еще одна заявленная тема, которая очень живо обсуждается уже несколько дней в украинском сегменте соцсетей, это резонанснейшее убийство в Днепре, а именно, когда полицейский застрелил водителя, который пьяным ехал за рулем, который не захотел подчиняться, подчиняться указаниям полицейских, которые его остановили, этот человек напал на женщину полицейского, на коллегу этого полицейского, который его в итоге застрелил, он разбил ей лицо, нос, я не знаю, было ли там сотрясение мозга, потому что не знаю, что там показала экспертиза, но мы все видели фотографии этой женщины полицейской, где она стояла абсолютно окровавленная, и в итоге полицейский застрелил этого правонарушителя, сейчас идет расследование, имел ли он право так сделать, или наоборот должен ли был так реагировать, либо он превысил свои служебные полномочия, этот полицейский находится под круглосуточным домашним арестом, пока идет расследование, и в соцсетях, украинских соцсетях, вовсю в полный рост поднялась дискуссия о том, вот как, собственно говоря, должны вести себя граждане, особенно с человеком с оружием, то есть с человеком, который по закону носит оружие, и как должны себя вести непосредственно те, кому закон разрешает и предписывает носить это оружие. Сай, следили ли вы за этой историей, и имеете ли вы свою точку зрения на это, потому что вот лично я предпочитаю наблюдать за тем, чтобы вот все пришло в итоге к правовой оценке, и нам специалисты сказали, сделали выводы. Ну, я за этой историей не следил очень-очень тщательно, да, у меня, конечно, мнение мое есть, что такое спокойно бы произошло в Америке, такое спокойно бы произошло во Франции, такое спокойно бы произошло в Италии. И я не уверен, что полицейский был бы осужден. Это не то, что полицейский, он сознательно, совершенно, просто хотел нанести ущерб или там избить, убить, изувечить этого человека. Нет. У него этого желания не было. Да, но если этот человек неуправляемо агрессивный, ну, это следствие все выяснит, если он, ну, выяснит, это будет сложно выяснить, конечно, да, потому что, наверное, он уже сейчас и протрезвел, и, да, но если он был неуправляемый, если он был в абсолютном, то есть он уже не живой, да, то есть, простите, да, если он был в этом абсолютно таком, ну, не знаю, наркотическом порыве, ну, алкоголь это все же наркотик, да, если это алкоголь, ну, в принципе, это надо, да, это надо выяснять. Ну, как-то вот мне, вот я говорю, глубоко я в это не погружался, но вот так с первого взгляда мне показалось, что не было там вот умышленного убийства гражданина Украины, там, мирного гражданина Украины, да, вот этого не было с моей точки зрения. Что касается людей, которые с оружием, ну, это вопрос, во-первых, он актуален, он своевременный, да, его надо обсуждать, но надо понимать, что его надо обсуждать широко, потому что скоро в Украине оружие будет у всех. И поэтому вот тут, вот тут, да, вот с этой проблемой надо реально, вот реально, вот по-настоящему, когда я говорю по-настоящему, я имею в виду привлекать настоящих специалистов, привлекать специалистов из-за рубежа. Я помню, я еще помню, я в каком-то, я не знаю, в 16-м, по-моему, году, или 17-м, но точно не позже, я обсуждал эту тему в Брюсселе с хорватским депутатом, да, и он мне говорил, что проблема в Хорватии была не то, что там восстановление, да, после войны с Сербией, да, а была проблема людей, которые возвращались, и которые возвращались вооруженными, и которые вообще-то, да, они уже забыли, как существовать в нормальном мирном обществе, да, и для них, как бы, право сильного, да, было вот главным законом жизни, да, и их надо было перевоспитывать, их надо было перековывать, их надо было возвращать к мирным условиям жизни. Вот эту проблему Украина должна уже сегодня этой проблемой заниматься, не то, что там вопросами задаваться, да, и реально, реально, понимая, вот понимая, я вам один пример только приведу, да, я думаю, что многие его знают, но я его повторю с удовольствием, что Сигмунд Фрейд начал свою практику с того, что он работал с ветеранами Первой мировой войны, да, это Сигмунд Фрейд, да, значит, это говорит о том, что это реально, да, да, что даже, что даже, скажем, Австрийская империя, то есть, ну, которая потом распалась в итоге, да, но он находился в Вене в то время, да, что они понимали, да, угрозу этой проблемы, что там, не знаю, лучшие мозги, хотя еще там Фрейд был молодой, но все равно перспективные очень там студенты и так далее, да, они самых лучших людей бросали вот именно туда, да, вот возвращать людей к мирной жизни, да, а что касается вот этого случая, не знаю, вот у меня, вот у меня лично, я, знаете, в суде присяжных, да, если бы был суд присяжных, и он бы вот-вот-вот-вот проходил в этот момент суд присяжных должен был бы принимать решение наказывать его или нет, я бы, наверное, голосовал за его невиновность, я, наверное, бы, да, ну, вот я так это расцениваю. Савик, ну что, пришло время нашему традиционному совету от вас, что смотреть на этой неделе? Ой, я вам посоветую, я не знаю, как вы это найдете, да, ну, потому что где-то он в кинопроткате, где-то он, ну, наверное, на каких-то таких, мы же не можем рекламировать пиратские сайты, правильно? Мы их не рекламируем, наоборот, мы их осуждаем, осуждаем пиратские сайты, ну, наверное, этот фильм на пиратском сайте можно посмотреть. Значит, называется он «Sounds of Freedom», «Звук свободы». Это фильм 23-го года. Это настоящая история жизни, ну, не жизни, а деятельности агента американских спецслужб Тима Балларда, который боролся с, ну, можно сказать, с педофилией, но не столько с педофилией, он спасал детей, да, потому что в Латинской Америке, особенно, в то время это был очень выгодный промысел, воровать детей и продавать их богатым педофилам, да, и таких людей, вот таких, я, вот там в конце фильма идет статистика, то вот этих рабов, потому что они же рабы, да, сегодня больше, чем даже, когда рабство было разрешено, и большинство из этих рабов это дети, да, и вот этот фильм, сделан он очень хорошо, он совершенно не так драматично звучит, как я это сейчас, вот это еще сказал, он сделан красиво, он реально, он фильм, который, о котором, ну, несколько дней не забываешь точно, вот, Sounds of Freedom, Звук Свободы, режиссер Алехандро Монтеверде, он же и соавтор сценария, вот. Хорошо, обязательно посмотрим. Посмотрим. Посмотрим.